всем привет небольшой видеотчет о подводной охоте на волге в районе ленинского района это покровка и не застаем черноярский район до каменного яра в общем-то ныряли мы в начале весны марте прозорок в этих местах как повезет то есть бывал довольно таки хороший прозорок до 3 метров даже местами 4 метра на песочке но в основном прозорок был в районе двух метров вода в принципе была чистая но постоянно из-за сильного течения метет песок этот крупинки песка по всей толще воды у дна метет гораздо сильнее там видимость еще хуже поэтому как правило уже на глубине 7 8 метров приходится включать фонарь иначе уже ничего не видно пробовали нырять в коряжнике как правило там где вода почище там рыбы вообще нету где вода помутнее там берут брали короткое ружье с фонариком и пробовали нырять уже подсвечивая тупо корни деревьев на песочке за перекатами вода была почище опять же местами я даже брал более длинное ружье 90 сантиметровый пневмат ездили мы несколько раз буквально там 45 раз в эти места очень интересные глубины разные от 5 метров так скажем до 16 17 метров есть ямы или 20 метров на реале и сплавом по перекатам и под берегом в поисках судака но основная наша цель была найти хорошего крупного сама охоты получались разными был день когда мы вообще весь день от ныряв приехали домой абсолютно пустые то есть даже не 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 без единого выстрела вот были была одна охота сейчас как припоминаю очень удачная то есть постреляли он хорошо и амуров и сазанов поэтому ездили практически каждый день или через день попадали и очень грязную погоду один раз ехали буквально еле проскочили очень была грязная раскисшая дорога хорошо все-таки него выручает в этом плане ехали с прицепом прицеп немного даже выравнивает машину и так и и сильно кидает в стороны самая проблема была проехать так чтобы не остановиться с прицепом в такой грязи трогаться очень проблематично кстати мы можно туда это прям в турбазу это дорого вдоль турбазы неохота ехать шифроваться попадали дни как очень ветреные пасмурные так и совсем солнечные ясные деньки подводных съемок в этом видео не так много потому что вода очень мутная местами был прозрачность меньше метра там снимать видео даже фонариком не имеет никакого смысла поэтому в тех местах где все-таки есть съемки подводные там видимость была наиболее лучше очень сильный ветер волна в этом месте очень сильное течение носила на 15 метров от места входа в воду и до места выхода из-под воды в этих коряжках я видел несколько мелких сомиков которые не представляли для нас никакого интереса жена долго уходим поехали значит к нам вот так вот отныряли еще очередной день пора ехать домой через полчаса буквально стемнеет итог сегодняшнего дня один сомик на 8 килограмм это на двоих охотников но сегодня день отличный солнце ярко светит вода гладкая ветра нету чудесный солнечный прекрасный день вода просто зеркало на лодке совершаем довольно длинные переходы по 10-15 километров и более сегодня под водой прозрак гораздо лучше чем был несколько дней назад видимость составляет три три с половиной метра опять же очень сильно метет песок по дну на одном из нырков я замечаю довольно хорошего судака килограмма на три но довольно таки было неудобно я поторопился сделал не точный выстрел от ныряв уже пожалуй четыре часа я решил пойти следующим сплавом по более глубокой части реки я делал сплав на глубине 5-6 метров один потом делал сплав на глубинах 7-8 метров и вот третий сплав уже глубины порядка 9-11 метров попался мне судачок и вот эти два небольшие сомика самый большой из них был в районе 6 килограмм в общем то это был хороший знак что рыба все-таки есть и осталось ее только найти сожалению на одном из нырков я замечаю что у меня практически оторвалась изолента с помощью которой я креплю камере ружье мне пришлось чтобы не потерять камеру снять отмотать изоленту и снять камеру убрать лодку после этого я еще примерно час нырял без камера на ружье и на одном из знаков я на глубине примерно 10 метров стреляю хорошего настоящего трофейного сама на 56 килограмм сом был на ходу то есть он не лежал а шел где-то примерно в полуметре от 1 я стрельну ему загривок сбоку и после этого доставили сама на берег небольшая фотосессия на память всем спасибо за просмотр ролика подписывайтесь на мои видео ставьте лайки пишите комментарии с вами был васильков дмитрий всем пока